МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Антон Александров. Для начала напоминаю вам о наших социальных сетях Инстаграм, Телеграм и Ютуб, которые вы видите за моей спиной. Заглядывайте к нам на странички, узнавайте еще больше нового и интересного Караганде и области. Оставляйте свои мнения об увиденном. А теперь коротко о том, что будет сегодня в выпуске. Новые подробности о разборках возле рестабара ТЭТ в Караганде рассказала мать погибшего там подростка. Лучший исход трагедии – это когда она не произошла. В Караганде сотрудники ДЧС проводят беседы с владельцами заправок. Одна из опасностей – заполнение домашних газовых баллонов на АЗС. Одна из известных православных святынь – мощи Блаженной Матроны Московской – приехали в Караганду. Чтобы прикоснуться к ним, верующие со всей области собираются о Троице Севастьянского собора. Приведетим любовь к родному языку и стране не через принуждение, а с помощью веселых игр и даже Ютуба, столь популярного среди детей. Такая цель у организаторов конкурса «Балат или балл», прошедшего в Караганде. Сына сотрудника правоохранительных органов увели от уголовной ответственности, уверена, мать убитого в Караганде 19-летнего студента Нуржана Берег. Громкая история произошла еще полтора года назад возле рестабара ТЭТ. Суд вынес решение, но семья требует пересмотра дела. Людмила Батюшкина поговорила с потерпевшей стороной. Мать погибшего парня, Айгуль Рахимбекова, сейчас в больнице. Из-за стресса у нее резко ухудшилось здоровье. Нуржан был ее гордостью и опорой. Активист, отличник, был ведущим на университетских мероприятиях, спортсменом, победителем конкурсов. Мы потеряли самого близкого, родного человека, своего ребенка. Он был любящим, он был очень добрым, светлым мальчиком. Он был хорошим другом, хорошим сыном. Я прошу помощи общественности, поддержать нас и прошу привлечь всех участников данного преступления к ответственности. В тот день Нуржан с братом отмечал успехи в учебе в рестабаре ТЭТ. Там же оказался молодой человек, с которым он когда-то был в конфликте. Тот вызвал братьев на улицу, позвал своих друзей, один из которых дважды ударил Нуржана. Молодой человек умер на месте, но тот самый парень-зачинщик проходил по делу лишь свидетелем, якобы из-за родственных связей в КНБ и прокуратуре. Самое возмутительное то, что только был привлечен к ответственности один человек. Те, кто на самом деле зачинщики всего этого, да, их, они ушли из орбиты уголовного преследования. В следствии не потрудилось, либо потрудилось, но специально так как-то что-то сделали, что на материалах дела не обнаружилось записи с видеокамер ТЭТ-бар, которые находятся в так называемой ВИП-комнате. Отец в КНБ работает, родственник, да, он работает в Генеральной прокуратуре. В полиции и прокуратуре области нам отказались дать комментарии. На скамью подсудимых сел только собор Нурединов, который наносил удары. Суд первой инстанции дал ему 8 лет лишения свободы по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Вина подсудимого была доказана показанием свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписами с камер видеонаблюдения, другими материалами дела. Санкция части 3 статьи 106 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие малолетнего ребенка. Также суд взыскал с подсудимого по 5 миллионов тенге в пользу каждого потерпевшего и расходы на погребение и адвокатов. Решение не вступило в силу. Родители Нуржана подали на апелляцию, требуют ужесточить наказание, а также наказать остальных участников драки за пособничество и лжесвидетельствование. Преданные всем сердцем своему делу. В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работника системы социальной защиты. Сегодня в преддверии профессионального праздника в Карагандинском регионе подвели итоги конкурса и лучшим работникам вручили награды. Наш корреспондент увидел, как все было. Красочное и торжественное мероприятие сегодня собрало лучших представителей социальной сферы, чей профессиональный праздник в этом году выпадает на 27 октября. День работников системы социальной защиты – это праздник прекраснейших людей в различных видах деятельности. Но их всех объединяет одно – они первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Ни для кого не секрет, что в сфере социальной защиты трудятся верные и преданные всем сердцем своему делу люди. «Случайных в этом благородном деле нет», – начиная свое приветственное слово отметил глава региона Ермоганбет Буликпаев. «Пежде всего я выражаю благодарность ветеранам социальных служб за их искреннее служение в обществу. Вы внесли в значительный вклад в развитие социальной политики региона. За годы службы накоплен бесценный опыт, сохраненный замечательной традицией, которыми вы делитесь с молодыми нашими коллегами. Уважаемые сотрудники системы социальной защиты, «Ваш труд нельзя измерить цифрами или показателями». То, что делают работники соцсферы, невозможно переоценить, продолжила Кимобласти. В регионе немало делается для поддержки нуждающихся в помощи. СОС-услуги оказывают более ста учреждений, работают десять центров поддержки многодетных и малообеспеченных семей. В четырех районах открыты центры социальной адаптации «Тенкухам». Около девяти тысяч человек получают помощь в 72 специальных центрах социального обслуживания. Во всех районах области действует сервис «Инво-такси». Реализуется новый проект по ремонту инвалидных колясок. Дети с психическими расстройствами могут получать санитарно-курортное лечение. И за всем этим стоят неравнодушные труженики благородной профессии. Стаж работы более 28 лет. Она первая женщина с инвалидностью Карагандинской области, получившая право на вождение автотранспорта в 1973 году. На праздники подвели итоги профессионального конкурса. Лучшим работникам социальной сферы вручали награды, премии, дипломы и статуэтки. Церемония сопровождалась концертными номерами, а также поздравлениями. Сегодня ежедневно, невзирая на все условия, создаете для людей с инвалидностью, для людей социально узримых слоев населения. Спасибо вам с наступающим праздником, хорошего настроения. Ваша деятельность, ваш труд в сфере социальной защиты, он неоценим, низкий вам поклон. И радует, что в нашей стране, в нашей государстве это понимает и государство, и власть, и чествует это. Своим каждодневным трудом работники социальной сферы делают наш мир добрее и милосерднее. Они не просто оказывают свою помощь, но и отдают частичку себя, а это бесценно. Лауреатом номинации лучший сотрудник отдела занятости социальных программ стала Оксана Ясенбекова, главный специалист сектора по работе с ветеранами и инвалидами отдела занятости социальных программ Бухаржираусского района. Моя работа заключается не только работать, как говорится, головой с информационными базами и документами. Наша работа заключается в работе именно с людьми, которые приходят к нам за помощью, которые нуждаются в нашей помощи. Мы должны проявить заботу, внимание, четкость. Победительницей номинации Уздек Ялюметтек Казметтер стала соцработник из Балхаша Мереке Каримова, которая посвятила 27 лет своей жизни этой благородной профессии. В профессию я попала случайно, но теперь понимаю, что это мое призвание. С 2003 года работаю с детьми с ограниченными возможностями. Больше всего радует, когда есть результат. Я отдаю всю себе работе, потому что очень люблю детей. Мероприятие продолжилось поздравлениями и концертной программой. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, 5 канал. Осенняя страда закончена. Пора готовиться к весенней посевной. В Карагандинской области полностью собрали урожай. Об итогах уборочной кампании этого года и подготовке к следующему сезону шла речь на аппаратном совещании в Акимате области. Подробности расскажет Ирина Вобещевич. С площадью 909 300 гектаров зерновых при средней урожайности 15 сантиметров с гектара намолочено 1 миллион 350 тысяч тонн зерна. Наибольшие показатели урожайности достигнуты сельхозтоваропроизводителями Абайского, Бухожировского, Муринского и Асакаровского районов, что в среднем составило 15-16 сантиметров с гектара. Не так успешно зерно уродилось в Каркаралинском районе. А на площади 11,3 тысячи гектаров аграриями собрано почти 300 тысяч тонн картофеля. Урожайность составила 265 сантиметров с гектара. Больше всего собрали картошки сельчане Нуринского, Шетского и Асакаровского районов. С площадью 979 гектар собрано более 36 тысяч тонн прочих овощей и 23,5 тысячи тонн масляничных культур. Завершена работа по засыпке семян и начата проверка их качества. На сегодня на проверку поступило 47 тысяч 900 тонн семян или 43,8%. Акиматам необходимо активизировать работу по сдаче семян. Аграриями области заключены договора и отгружены 52 тысячи 500 тонн удобрений или 74% от плана. А сегодня продолжается заключение сельхозтоваропроизводителями договоров на осеннюю подкормку. Акиматам необходимо организовать работу по обеспечению исполнения индикаторов внесения удобрений, отмечено в совещании. Все выделенные на текущий год для субсидирования стоимости минеральных удобрений средств в сумме 2 миллиарда 113 миллионов тенге освоены полностью. Всего в рамках государственной поддержки в сфере растений и водства выплачено 5 миллиардов тенге. Также для проведения весеннеполевых и уборочных работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 567 сельхозтоваропроизводителей на 17 миллиардов 200 миллионов тенге. По итогам 9 месяцев индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил около 117%. Эти высокие показатели достигнуты благодаря упорному труду наших аграриев, отметил глава региона Ермаганбет Буликбаев. Впереди остаются важные задачи – осенняя вспашка земель, проверка качества семян для следующего года и подготовка техники к весенней кампании. Эти работы необходимо продолжить. Ирина Вобещевич, Данил Заславский, 5 канал. Мощи блаженной Матроны Московской прибывают в Караганде. Привез святыню глава православной церкви, митрополит астанайский и казахстанский Александр. Мощи находятся в нашей стране впервые. Прикоснуться к ним спешат верующие все области, собираясь в огромные, но организованные и мирные очереди. Ведь святыня будет находиться в шахтерской столице еще несколько дней. Подробности расскажет Роберт Граф. Спокойно живем, работаем. Никаких вопросов нет. Абсолютно, абсолютно никаких вопросов нет. Все нормально у нас. Все двигается. Поэтому рад вас еще раз приветствовать. Начал свое выступление Аким Караганинской области Ирмаганбет Буликбаев, подчеркивая особую значимость визита Александра, митрополита астанайского и казахстанского в Караганду. Побывал я уже и в столице. Почти 70 тысяч человек поклонились, облобызали мощи, утешились. Затем в самой Алма-Ате, в нашей родной южной столице, тоже находилась святыня. И такое же количество за короткий период. Люди стояли день и ночь. Просто вот такой, знаете, подъем духовный был. Все это доказывает, что святыня, привезенная в Караганду, имеет очень важное значение для верующих. За двое суток своего нахождения в шахтерской столице поклониться святым мощам пришли более 25 тысяч человек. Чтобы прикоснуться к святыне, люди готовы провести в очереди несколько часов. Прикосновение к любой святыне делает человека лучшим. Мы верим. И святая Блаженная Матрона молится за весь мир, согласно нашей вере, молится за каждого человека. И тот, который приходит к ней со своими просьбами, со своими бедами, иногда он получает, несомненно, если уж не мгновенную ответ, то, по крайней мере, какое-то утешение. Мощи Блаженной Праведницы впервые покинули Москву, чтобы утешить чаяния жителей Великой Степи. Помимо южной и северной столиц Казахстана, святыня побывала в Кустана и Уральске, собрав вокруг себя около 35 тысяч человек. К заступничеству святой Матроны Московской люди обращаются по разным поводам. Но всех объединяет вера. Нам всем людям сейчас здесь, которые сейчас земную жизнь ведем, нам нужна помощь нашего Господа, Пресвятой Богородицы, наших ангелов святых. А тут такое событие, по милости митрополита нашего, что привезли именно в Караганду, на нашу казахстанскую землю, такую святыню, о которой знает весь народ, которой молятся все православные крестьяне, буквально все, и от нее идет помощь именно очень большая. Чту традиции своих предков. В память о них решила посетить это мероприятие, так называемое, приложиться к мощам святой Матроны. Очень благодарна всем, кто организовал это мероприятие и привез мощи на землю карагандинскую. Очень красивая служба, хорошая была сегодня с митрополитом казахстанским. Очень хорошо на душе. Почему решил прийти? Ну, потому что сегодня привезли в эту церковь мощи святой Матроны. Что-то хочешь попросить? Да. Ну, давай в секрете оставим, чтобы исполнилось желание. Такие вот события, как ты считаешь, нужно проводить? Да. Как отметили карагандинские прихожане, еще одно важное событие, которое побудило главу Православной Церкви Казахстана находиться в Караганде, это участие в памятных торжествах в честь преподобно-исповедника Севастьяна Карагандинского. Роберт Графшил, Карл Тенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Во дворце школьников прошел конкурс «Балат-ли-бал» в рамках проекта «Тыль-казана». В нем с огромной радостью приняли участие дети различных национальностей. О театрализованных выступлениях, песнях и танцах дошколят в нашем следующем сюжете выпуска. Вот так по-детски, задорно, весело и интересно прошел конкурс «Балат-ли-бал». Цель мероприятия – пробудить у дошкольников уважение к казахскому языку и своей родине, повысить их интерес к изучению государственного языка, пропагандировать национальные ценности, развивать творческий и интеллектуальный потенциал путем привлечения детей других национальностей к изучению родного языка. КОНЕЦ Привить детсадовцам патриотизм на основе национальных ценностей, повысить их интерес к государственному языку, традициям, культуре казахского народа, стимулировать их учить и развиваться, совершенствовать творческие способности, способствовать формированию социальных навыков. Легко, считают организаторы мероприятия. В том случае, если процесс обучения проходит в интересной и игровой форме. Мероприятие построено в форме театральной постановки. В нем принимают участие творческие коллективы детей различных национальностей от 4 до 6 лет из дошкольных организаций. Каждый коллектив прошел отборочный этап. Через театрализованные представления ребята должны были как можно лучше передать зрителям свою любовь к истории, языку, природе, культуре и богатому наследию своей родины. Видео своего представления мы с детьми загружали на YouTube-платформу с хэштегами «Казахстан – моя родная страна, великий регион». Язык – опора мира, родина – моя золотая колыбель. Вечный язык моей вечной страны, родина – моя стабильная обитель. Язык – наша опора, наше бьющееся сердце. Оценивали старания ребят приглашенные члены жюри. В состав коллегии вошли квалифицированные специалисты в области языковедения и литературы, культуры и образования, ученые и представители интеллигенции. Отборочный период конкурса проводился до 20 октября. Сегодня на суд зрителей свое мастерство показывали 10 творческих коллективов. Каждая команда получила специальные дипломы и призы. Всего детским садам подарили 10 больших музыкальных центров. Департамент по чрезвычайным ситуациям провел круглый стол с представителями работников автогазозаправочных станций для недопущения заправки домашних газовых баллонов. Максим Трезуб побывал на мероприятии. На кадрах мы видим аварию, которая случилась совсем недавно. 12 октября текущего года в городе Грозный произошел взрыв АЗС, в результате которого погибло двое взрослых и двое детей. На днях в Караганде такого исхода избежать удалось. 19 октября пожарные предотвратили взрыв на АЗС по улице Волгодонской. Однако тема безопасности заправок всегда актуальна. Именно поэтому в Караганде сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям встретились с представителями автогазозаправочных станций. На повестке дня подняли вопрос о нарушениях правил безопасности при заполнении газовых баллонов. По словам сотрудников ЧАЭС, заправка баллонов на АЗС недопустима с точки зрения безопасности и влечет за собой потенциальные риски, а порой и смертельную угрозу. Есть такая проблема, что до сих пор продолжается заправка на бытовых газовых баллонах для бытовых целей на АГЗС. Также мы знаем, все знают, об этом неоднократно везде говорилось. Однако до сих пор продолжается такая тенденция. По статистике ДЧС, каждый год количество выездов, связанных с пожарной ситуацией и нарушениями правил пожарной безопасности, только растет. Так, например, в 2022 году было всего 97 обращений за целый год, в то время как в 2024 году только до октября уже зарегистрировано 117 обращений. К сожалению, говорят в структуре, проблемы подобного характера в основном возникают из-за самих людей, которые в погоне за выгода и забывают не только о своей безопасности, но и об окружающих. Из опрошенных, тех, которые пострадали, опрошенных сообщают, что они заправляли в автомобильных газозаправочных станциях. Эта статистика очень такая удречающая, можно сказать, с каждым годом это увеличивается, можно сказать. К примеру, даже один маленький баллон, 5-литровый, хозяин сообщил, что заправился в автозаправочной станции, занес домой и ночью у него взорвался газовый баллон. И видите, что у него случилось обрушение стен, кровли, человек остался без домов, пострадали соседи. Но благо, что по сегодняшний день, по факту газа, у нас по Караганде жертв нет. Сотрудники ЧАЭС в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности. Заправляйтесь только на проверенных и лицензированных станциях, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших родных. В арт-галерее Алтын Гасыр свою работу завершила выставка современного искусства незрячих художников. 7 из 17. На закрытии побывала наша съемочная группа. Художница в душе Татьяна Юлаш активный член Дома культуры незрячих и слабовидящих. Там она с большим удовольствием посещает художественную студию и впервые решила принять участие в проекте 17.7. Организаторы выставки предложили Татьяне идею создать арт-проект. Татьяна вдохновилась созданием образа и посвятила свою работу 90-летию шахтерской столицы. Проект мой называется, полное название «Черный угольник Караганды». Суть вот это, как он вращается. Можно повернуть, посмотреть фотографии. С фотографий разных времен. Они так вот немножко даже в хаотичном порядке. Но специально, чтобы можно было заглянуть в разное время. Перед ним это черный квадрат. На нем изображен уголь. И этот черный квадрат – это тоже экскурс в историю Караганды. Зоны Караганды, с которых, можно сказать, начиналось процветание города. Трагические зоны Карлага, черные квадраты. А эту рыбку в технике Папье-Маше создала Аниеса Двакасова. В ней, по словам автора, она хотела отразить свое настроение. Веселое, легкое и жизнерадостное. Ания очень рада, что у нее есть хороший супруг и дочь, которые послужили вдохновителями для создания арт-объекта. Рисованием, творчеством я занимаюсь с детства. У нас в школе были различные кружки. Постоянно посещала, занималась. Потом, со временем, после учебы, сами понимаете, дом, быт, работа. Потом так получилось, что получила я опять инвалидность и стала ходить в Дом культуры незрячих и слабовидящих. И там у нас есть замечательные различные виды кружков. Это стала посещать. И заниматься стала снова художеством, рисованием. Проект, посвященный 90-летию Караганды, подготовлен в сотрудничестве Дома культуры незрячих и слабовидящих с фотографом и режиссером Константина Павленко, который являлся идейно вдохновителем и куратором выставки. Цель проекта – показать, как искусство может стать мостом для взаимодействия и понимания между зрячими и незрячими людьми. В этом году в проекте приняли участие 10 самодеятельных художников, работы которых продемонстрировали зрителям новый взгляд на мир, доступный через чувствительность, осознание и внутреннее видение. Есть такое выражение «несмотря ни на что». Вот как раз таки здесь, смотря на все, на то, что происходит вокруг в нашей жизни, на приятные моменты, на не очень приятные моменты, люди не переставали творить, радоваться и восхищать публику своим творчеством. Выставка была организована Домом культуры незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Интеграция», который с каждым годом открывает все больше новых имен самодеятельных авторов в мире искусства. Роберт Графшил, Карл Тенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Накануне во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошло участвование карагандинской футбольной команды «Шахтер-М», занявшей в молодежном чемпионате Казахстана второе место. С призерами встретилась наша съемочная группа. Результат есть результат. В любом случае вы призеры, поэтому мы поздравляем в первую очередь руководство клуба, тренерский состав наш, ну и, конечно же, ваши ребята. Еще раз поздравляем. Молодцы. И это действительно заслуженные поздравления, ведь серебряные медали чемпионата страны – большое достижение. В республиканском первенстве участвовали 12 команд. С первого тура наши ребята бились за победу и были на первой строчке турнирной таблицы. Лишь в конце чемпионата «Шахтер-М» немного уступил и с разницей всего в одно очко пропустил вперед команду «Иртыш». Было большое давление, были всегда в лидерах, был на строй команд вдвойне всегда с нами играть. Мы стали большим раздражителем, и вы с этим столкнулись. Да, не хватило, чуть-чуть не хватило, пацаны, но я думаю, есть следующий сезон. Но это уже история. Мы этот перелеснем и будем готовиться, я надеюсь, на следующий сезон только с одной целью – занять первое место, господа. И это у них непременно получится, ведь тренера и болельщики верят в их силу и целеустремленность. Самое главное – это желание, чувство патриотизма, чувство тех людей, которые проживают в нашем городе, достойно выступив. В прошлом году были третьими, в этом году вторыми. Я думаю, что на следующий год не за горами, как говорится, будем первыми. И в этом будущем звездам футбола есть с кого брать пример. Как, например, с Дарьей Ясинской, воспитанницей карагандинской школы гимнастики, мастера спорта международного класса, которая впервые в истории казахстанского спорта завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Венгрии. Ее, как и тренеров-спортсменки, наградили благодарственными письмами Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также денежными сертификатами Федерации гимнастики. Футболистам же вручили серебряные медали чемпионата Казахстана, пожелав спортсменам дальнейших побед. Роберт Гравшил, Карл Тенбеков, Николай Шевелев, 5 канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если увидите что-то интересное или хотите сообщить о происшествии, пишите нам посредством социальных сетей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова